Всем привет! Валера сказал, слушай, Саня давно не записывали гаражные будни, говорит, давай, пожалуйста, подснимаем. Я хотел это видео начать еще утром записывать, но у меня что-то не получалось ни по времени, ни желания, и, в общем, начинаю записывать с середины дня. 81-й кузов, 25-й дизель, соответственно, X-Drive, который приехал у нас из Германии. Из Германии, он у меня уже не первый день стоит, значит, тут у нас идет замена цепочки, маслокоробка, чистка коллектора, у нас он уже почищен. Сейчас я просто буду его устанавливать, идите чистый канал. Уже собран вверх топливная аппаратура, сейчас мне нужно как раз таки поставить впускной коллектор, который у нас уже тоже отмыт, вот такой красивый, с новыми заслонками оригинальными. Буду ставить и здесь на машину запускать. Так, у Валеры, кстати, у нас это не неделя просто иностранцев, да? Да. Отдельное спасибо всем, кто приезжает к нам с других стран. Эта машина у нас из Австрии. Машина с правом рулем из Англии. Что у нас тут еще? Это местная машина. На улице у нас стоит еще одна машина немецкая F01. И вроде все, да? Из иностранных. Литва? А, да, Литва стоит. Вот та без номера, это Литва. Еще у нас стоит здесь, как мне сегодня сказал один из людей из автоспорта, приехал, сказал, говорит, дипломная работа у нас здесь стоит. Скоро вы узнаете, снимая видео, почему он стоит здесь, почему он не в машине. Да и, собственно, машины спортивной тоже нет. Спортивная машина выглядит вот в том углу. Вот там сделает уже автоспиратор Zoom так. Там она все разобрана. И ее тоже нет на улице. На улице у нас стоит голый прицеп. На австрийской машине Валера делает замену масла в коробке, чистка-коллектор тоже уже почищен. Пойду вовнутрь здесь шумно и масло завтра еще будет меняться. Будет интересный момент, расскажу его сегодня или завтра, так как эту серию буду снимать, скорее всего, два дня. Это вот про... Валера уже улыбается, стоит. Про вот эти вот модные тормоза на F-кузов. Я такой, первый раз, оверо, не поднять. Во-вторых, ладно, посмотрим, как это все станет. Кстати, знаешь, что, надо его поставить на биение посмотреть, новый. Здесь у нас еще валяются пружинки. Распредвалы и вот туда, но это тоже чуть позже. Так что давайте, я пошел дальше собирать и скоро будем запускать эту машину. А ты скоро будешь запускать? А ты не будешь, у тебя коллектор нет. В общем, погнали. Друзья, давайте прервемся на короткую и очень полезную рекламу. Я вам напомню про нашего партнера Carvered School, который помогает вам сделать правильный выбор и не ошибиться при покупке автомобиля. Представьте себе ситуацию, что вы купили машину, через время вам знакомы или еще каким-то образом вы узнали о том, что ваша машина была в аварии или у нее, например, сильно скучный пробег. Для того, чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно проверить эту машину до покупки. Давайте я вам покажу, как это работает, чтобы у вас было понимание, что такое Carvered School, что такое миллионная база данных автомобилей, проверенная по всему миру и, возможно, скрытые дефекты на ту самую машину, которую вы хотите купить. Давайте сегодня в примере рассмотрим BMW M6, ту самую легендарную в кузове E63 с легендарным двигателем S85. Я, кстати, такую машину себе действительно хотел бы. Итак, вам нравится машина, вас все устраивает. Для того, чтобы воспользоваться услугами Carvered School, вам нужно знать ее ВИН-код. Берем из объявления ВИН-код этой машины, вбиваем в базу данных и дожидаемся отчета. В отчете от Carvered School вы можете найти очень много полезной информации от хронологии машины, где она была куплена, где с ней проходили техосмотр, в какой стране она была, комплектация машины, технические данные. Там действительно очень много полезной информации, но главные критерии находятся сразу наверху, которые обозначены либо зеленым цветом, который говорит о том, что все хорошо, либо желтым. Конкретно в этом случае с M6 у нас есть замечания по повреждениям этой машины, которые она получила в Бельгии в 2012 году и в 2020 году были какие-то еще повреждения неизвестные, к сожалению. Давайте посмотрим фотографии. Передняя часть машины, левая сторона, была разбита. Нет фары, бампера, помят капот, соответственно, телевизор так называемый. Но, что хочу заметить, по этим фотографиям выглядит, что машины не стреляли подружки безопасности. Значит, удар был действительно мягкий и силовая структура лонжерона, скорее всего, остались на месте. Здесь не выглядит каких-то очень сильных, серьезных повреждений. Если она качественно отремонтирована, то почему бы нет? Благодаря подобному отчету от Carvertical, если вы все-таки решитесь поехать смотреть такую машину, вы будете знать конкретно на какое место машины обращать свое внимание более детально и посмотреть, как она отремонтирована. Не забывайте, друзья, что с промокодом Власов вы получаете 20% скидку на отчет, которых вы можете приобрести несколько. А во-вторых, когда вы используете наш промокод, вы помогаете нам развивать наш канал. Все, возвращаемся в гаражные будни и не забывайте про услуги Carvertical. Там вам помогут сделать правильный выбор и не ошибиться и не купить машину со раскрытым. Сижу вспоминаю, все ли сделал. Фильтры поставил, масло залил, стопор вытащил, стартер прикрутил, плюс поставил, форсинки затянул, коробка прикручена, все есть, масса есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, друзья, вот пользуясь случаем, хочу сказать, что мы уже с Валерой второй день ходим, обсуждаем, вот насколько красивые диски на конкретно этой машине офигенно смотрятся. Сейчас покажу вот с этого ракурса. Смотрите, просто, ну машина сейчас ниже еще сядет, арочка поменьше станет. Вот безумно красивые диски, конкретно эти. И вообще хочется сказать, что раньше колесные диски на BMW были намного красивее, чем сегодня. Напишите в комментах, как вы считаете, что вот раньше диски были симпатичнее, чем на современном BMW или все-таки сегодня диски лучше, чем были раньше. Но конкретно мне вот эти очень нравятся. Так, друзья, X1 готов, работает, по железу все перепроверено тысячу раз. Сейчас будем делать диагностику, чтобы вы видите, что по электрической части все в порядке, все разъемы стоят. На сегодня попрощаюсь, у меня садится камера и заканчивается карта памяти по какой-то причине. Завтра включимся, для вас будет это же видео, и я вам расскажу, покажу прикол вот этой вот истории. Пока. Всем привет! Как и обещал, сегодня хочу рассказать вкратце. Клиент практически, ну скажем так, настоял, что ли, сказал нет, мне вот сейчас неудобно, поставьте, пожалуйста, вот что есть дешевое на эту машину. Я долго пытался уговорить, что от нее будет работать, что гарантия закончится, как только выйдет с нашей территории. Он сказал, хорошо, на мою ответственность поставьте мне, пожалуйста, сюда дешевые диски. Как видите, диски односоставные, то есть здесь нету алюминиевого центра, который должен быть вот такой. Это хоть и задний диск, но смысл такой же. Что интересно, новый диск, мы перепроверили это дважды, новый диск уже в максимальных допусках по биению. Поэтому, ну, наверное, наверное, он какое-то время проедет, но я думаю, что через буквально там сколько-то сотен или тысячи километров все это не будет работать. Вот такой опыт. Впервые у меня так с такими сталкивались, что клиент говорит мне, поставьте, пожалуйста, Китай, условно, и мне пофиг, как это будет работать. Ну что ж, посмотрим. Самое главное, что потом мы не были в этом виноваты. Но, кстати, хочу заметить, что я вчера не обратил внимания. Например, задние диски удалось достать Delphi, и они, на удивление, двухсоставные. Вот это для меня было прям удивление, шок, скажем так. И вот эти диски, скорее всего, будут даже работать. Ну и колодки, конечно же, вот такие. Не знаю. Нет, если это будет работать, я буду только рад, потому что цена кратно отличается от ИЕ хотя бы даже. Вот, посмотрим. Так, Валерка продолжает делать эту машину, он сейчас делает задние тормоза. У него еще сегодня G31 на обслуживание, и сделать белую Эфку, которая из Австрии, она должна сегодня уехать. А у меня вот эта машина. Мне нужно здесь сделать замену цепи. Сверху я уже разобрал. Вы сейчас видели, наверное, кадр. Снята уже клапанная крышка, топливная аппаратура, сливается масло. Делаем маленький кофе-тайм, и я начинаю, продолжая работать с этой машиной по замене цепи. Она задний привод, делается легко. Здесь нет резины. Ну да ладно. Делается она довольно-таки легко, поэтому было бы круто сделать ее за сегодня. Как пойдет, не будем загадывать. Все, работаем. Так, друзья, это английская F10 у нас готова. Тормоза мы поменяли те самые, которые, не знаю, сколько будет работать. И сейчас мне нужно скинуть... Здесь видно меня. Чуть-то темно как-то. Мне нужно обратно ввести в рабочее положение ручник, скинуть колодки, поставить водичку, и машина будет у нас готова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Разобрал я цепочку. Ну, как ее разобрал? До нее добрался. Вот так это все выглядит. Довольно грязный двигатель внутри. Ну, темный. Это говорит о двух вещах. Либо о больших интервалах замена масла, либо о некачественном самом масле. Ну, в любом случае, так быть не должно. Но, в основном, дизель, который ослужился внутри, выглядит довольно чисто. Это для многих, может быть, покажется очень странным, но это так и есть. Сейчас раскидываю все, почищу герметик, залью все клинером, вымою все, оставлю сохнуть, сам пойду пообедаю, и после обеда уже начну обратную сборку. Валера у нас на G31 готовится к замене тормозной жидкости. Я, кстати, всегда умирался вот с этих суппортов, которые вроде как спорт, четыре поршни, но при этом они в цвет просто алюминия. У кого такие суппорта, красьте их порошком, клейте сюда наклеечку M, и у вас будут крутые M тормоза, ну, внешне. Друзья, вот, собственно, комплект цепи, который будет установлен. Значит, средняя цепь, насос, масос, масос масляный, насос масляный, верхняя цепь, звездочки, планки, балтики, винтики, шестеренки, натяжители и так далее. Ну, фильтр масла, все это понятно. Здесь все вычищено, все залито. Сейчас еще раз все приберусь тут, какие-то масляные следы уберу, и можно начинать обратную сборку. Грибов нет? Давай пылесос. Джишку сделали. Масло, фильтр, тормозная жидкость, диагностику закончили. Стоит уже на улице. И осталась... Это тебе последняя сегодня, да? Осталась машина из Австрии, у которой была заменена масло-раздатка вчера, масло-коробка. Флянец? Да, флянец антифриза. Фланец. Фланец. Или флянец. Вот мне, кстати, флянец удобно, а не все фланец. Ну, давай, вот этот. А также были почищены и на этой машине каналы впускные и коллектор. Вот он, чистенький, красивенький, не хуже нового. Уголочек тоже. И вход EGR, горячая часть. Собираем, запускаем, и эту тоже можно отдавать. У меня поставлена крышка, сальник. Крышка приклеена, все, насохнет. Вот у меня герметик вот красивый стоит. Сейчас дочищаю то, что не мог достать там подальше герметик старый. Соответственно, домываю все, ставлю поддон и уже потом обратная сборка. Маховик, коробка и все остальное. Это, кстати, много занимает времени, вот эти все вещи. А потом там коробка, карданы, глушители, это все быстро делается. Погнали. Закончил я и эту машину. Ну, как закончил, я ее запустил. Сейчас буду прогревать, проверять, смотреть, что с ней, как она себя чувствует. Но в целом машина готова. Остается собрать подкапотку здесь быстро и снизу прикрутить все защиты. После того, как я убежусь, 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 что снизу все хорошо. Заканчиваю машину и подведу финальчик. И покажу еще одну новость, которая связана с нашим помещением. Это моторное помещение, которое наконец-то сдвинулось с места. Ну, буквально, подойдите чуть-чуть. Сейчас закончу и расскажу пока. Отдал я машину, все в порядке. Можно завершать эту серию. Но завершить я ее хочу показать вам. Ну, не буду вам показывать бардак здесь, который происходит из-за спортивной машины. Сейчас я вам покажу. Наконец-то у меня дошли руки и мы сделали. Я даже разуюсь, я не пойду сюда в тапочках. Я пойду голыми ногами. Мы сделали наконец-то пол. Залили сюда сухой пол. Шитрик, шетрик. Он там называется, я уже не помню. Поармированный бетон. Сухой, скажем так. Который уже высох. Мы сделали это довольно-таки давно. Ему нужно было отстояться, чтобы он полностью высох. Минимум 30 дней. Потому как я хочу... Изначально была идея, что мы сюда поставим кафель. Белый кафель, светлый. Стены подкрасим немножко, сделаем все посветлее. Но решено было... Было принято решение, что мы по краю вот такой эпоксидной краской, такой, ну, грубо говоря, резиной. Тоже сделаем светлый пол. Поставим сюда столы. Как я и сказал, обновили немножко стены. И это будет у нас моторное помещение с дверью, которое будет закрываться. Сюда подведем позже вентиляцию. Посмотрим, нужна она здесь будет или нет. Если что, у нас изначально в проекте было, что мы там к той новой... Вот к той новой вентиляции мы можем протянуть трубу сюда и завести ее в это помещение. Так что, друзья, наконец-то есть подвижки по моторке. Я безумно хочу ее. Я уже без нее просто не могу. Отдельное, закрытое, чистое помещение с окошком, где будем, собственно, делать ремонт агрегатов, там, двигателей, раздаток, я не знаю, коробки мы не делаем. Ну, как все, что где нужна чистовая сборка красивая, будем делать здесь. Так что ждите. В каком-нибудь следующем видео гаражных будней я вам покажу приготовление моторки, установка там, где-то стеллажи поставить, где будет стоять, и в том числе инструменты, какие-то детали, головки, блоки, не знаю, и, соответственно, столы. Я пока не очень понимаю, у меня нет точного плана, где я хочу там стол, где я хочу стеллаж, где я хочу что, но, как минимум, у нас тут есть воздух, это уже хорошо. У нас здесь есть отопление, ну, здесь тоже тепло в этом помещении будет зимой, поэтому увидимся в следующей серии. Спасибо, пока. Надеюсь, вам было интересно, и я уже не держусь, пока мы делаем это помещение. Все, я поехал домой. Чуть не упал, так, я делал. Все, друзья, пока.